харе кришна мы обсуждаем заканчиваем думаю что закончим сегодня обсуждение определение чистого предного служения они обела что шуньям до в бакте сам рта синху приводится еще два определения из народа бончаратра одно и другое все им от багута мы их тоже коснемся сейчас пока мы на определение они обела что шуньям и у нас есть вопросы ваши вопросы которые дают очень хорошую возможность обсудить один из аспектов этого определения гиана кармадья навритам говорится что в определении чистого бакте богослами говорит что чистое предное служение не должно покрываться кармы гианы и другими видами практики религиозной практики или вообще любой практике такие такими практиками как йога вайраги отречения и так далее то есть слово анавритам используется что примечательно не шуньям то есть это не так что практикующий чистая бакте он вообще не практикует больше ничего то есть гиана кармадья навритам анавритам означает что карма и гианам и другие виды деятельности могут практиковаться наряду с бакте могут но они не должны покрывать бакте то есть они должны ассистировать бакте помогать бакте в противном случае в карме гиане и других отдельных каких-то видах практики нет никакого резона нет никакого смысла поскольку практика бакте самодостаточна и ее одной достаточно для того чтобы достичь всего совершенства высшим совершенством жизни является очищение мы сформулируем при кришна према все знают но мы сформулируем определенным образом для контекста это важно высшей целью практики кармы гианы йоги всего ведического пути всей ведической культуры высшей целью является очищение существования человека очищение от материальной скверны освобождение от последствий кармы освобождение от материальных привязанностей освобождение от любого материального осквернения очищение является целью и кульминации этого очищения является достижение платформы чистого бакте кришна према бакте это уже высшая точка в очищении человек который осознает браман осознает вечную природу души и держит себя в стороне от мирской деятельности от ее всяких целей и наслаждений понимая что все в этом мире не вечно он чист до какой-то степени но не до конца то есть его разум не до конца чист если он не привязан к кришне но когда человек достигает вот этой платформы рати или премы чистой любви сильной духовной привязанности к личности бога то это следует считать кульминацией высшей точкой в очищении дальше очищаться уже некуда то есть это состояние когда живое существо полностью чисто и для того чтобы очиститься разные люди с разными наклонностями прибегают к разным путям и методам описанным в ведах карма это благочестивая деятельность обряды ритуалы различные процессы целью которых является достижение материального благополучия архи то есть материальное благополучие с целью камы с целью чувственных наслаждений то есть все хотят хорошо счастливо жить в этом мире чтобы были хорошие родственники хорошие дети все были здоровы было достаточно материальных благ денег имущества было хорошее здоровье были хорошие друзья и так далее и так далее то есть это все естественные склонности обусловленной души обусловленная душа хочет хочет быть счастливой в этом мире и когда обусловленная душа прибегает к религии вот с этим мотивом следует принципам религии вот с этой целью с этими мотивами чтобы устроиться получше в этом материальном мире получить больше удовольствие в этом мире то это называется карма то есть карма в классическом понимании ведической системе это религиозные люди благочестивые люди которые не совершают никаких грехов изо всех сил стараются не совершать никаких грехов если случайно вдруг получится совершить этот мир такой что такое случается то они совершают про ящиту и стремятся побыстрее искупить этот грех то есть их целью является хорошая карма и наработка пуни хорошей кармы чтобы потом наслаждаться и одновременно их целью является их усилие направлено на то чтобы избегать создание плохой кармы как в результате который человек должен страдать то есть вот эта карма классическая карма и классически это выглядит как следование религии традиционно это выглядит ведической культуре как следование религии то есть это так так сказать нулевая отметка в религиозной деятельности в понимании принципов религии когда человек обращается к религии с этой цели это карма то есть То есть целью являются цели материальные, средством является религия, следование принципам религии. Иногда это может быть бхакти, какая-то примесь бхакти или даже только бхакти, но желание кармическое. То есть кармическое желание или кармическая цель – это цель, которую мы хотим здесь, в этом мире, в этом теле, ну или в следующем теле. Но мирская цель, связанная с чувственным счастьем, с счастьем, которое мы на уровне чувства ощущаем. То есть полностью материальным счастьем. Даже счастье Сварга Локи – это мирское счастье. Сварга Локи – это райские планеты. Итак, это карма. И это самый начальный уровень религиозности. Но более продвинутые последователи Вет разочарованы в чувственных наслаждениях. И они совершают карму с целью очищения. То есть они следуют предписаниям шастер с целью очистить себя от материальной скверны, пробудить в себе духовные реализации, чтобы в конечном итоге обрести освобождение. То есть карма используется не то иногда как инструмент достижения чувственных наслаждений, а иногда как инструмент достижения освобождения. То есть такая карма, которая практикуется ради освобождения, называется нишкама карма. То есть там человек уже не совершает ритуалы какие-то для того, чтобы попасть на райские планеты, потому что ему в принципе уже не интересны райские планеты. Он совершает деятельность, карму, с целью очиститься от материальной скверны. То есть если материалист, омываясь в святой реке, думает, я смываю из себя грехи, которые мешают мне наслаждаться, мешают моему прогрессу материальным и наслаждениям в этом мире, то тот, кто идет путем нишкама кармы, он тоже следует этим предписаниям, посещает святые места и омывается в святых реках, но он уже думает иначе. Я смываю из себя последствия всех грехов, последствия деятельности в этом мире и благочестивые тоже для того, чтобы обрести освобождение. То есть деятельность одна, но мотив другой. Таким образом, карма является методом прогресса, либо это прогресс в материальном, либо это прогресс в освобождении от материального. То есть вот такая карма, нишкама карма в сущности является формой гьяны. То есть это поскольку цель у такой кармы так же самая цель, что и у гьяны. Просто человек еще не способен полностью отречься от всего, он практикует религиозные принципы, следование определенным процессом с целью очиститься и потом отречься. Потому что отречение является результатом очищения, это не метод очищения, это мы будем в Багаудгите. Это все темы Багаудгиты, но почему мы здесь немножко в них заходим? Заходим, потому что мы должны понять, что такое гьяна карма дьянавритам. Что такое не быть покрытым кармой и гьяной. Для этого нам надо понимать, что такое карма и гьяна. И вот это вот целостное понимание того, что такое карма и гьяна мы получим из Багаудгиты, но в контексте нектаропредности мы немножко делаем экскурс вот в этой темы. Итак, не нужно ничего практиковать с целью очищения, если вы уже практикуете Багаудгиты. Поскольку Багтия является самым могущественным методом очищения, то есть не нужно, даже если целью является освобождение от последствий кармической деятельности, то Багтия является наиболее могущественным средством очищения от кармы. Об этом будет говориться вот уже в первой главе Багтира Самрита Синху. Второе качество Багтии – это клеш огни, устранение причин страданий. И наша Ачария подробно разъясняет, что Багтия уничтожает последствия грехов, последствия кармы полностью. Если процессы гьяна и процессы нишкамы кармы тоже помогают в этом, но относительно, лишь на определенном, определенный слой кармы, потом будем это обсуждать, затрагивать, то Багтия искореняет полностью все грехи. Поэтому нет необходимости в том, чтобы добавлять к Багтии какие-то другие практики с целью сделать Багтии более эффективной. Этот менталитет является проявлением недостатка веры в Багтии, недостатка знания, что такое Багтии, о его могуществе, о его потенции. И, в общем-то, это оскорбительный менталитет. Вот. Таким образом, гьяна и карма могут практиковаться вместе. И йога, и вайрагия, все вот эти виды деятельности, которые обозначены вот этим словосочетанием гьяна, карма, дьяна, в ритам, они могут практиковаться рука об руку с Багтии. Это нормально, но они не должны покрывать. И вот эта ситуация, если в общем принципиально ее, описать, это ситуация, когда все остальное принимается настолько, настолько, поскольку оно может быть использовано в Багтии, может быть подчинено Багтии, ассистировать Багтии. Это понятно, вот этот момент. Мы подойдем сейчас к вашим вопросам. Вопросы Матаджи Нархари При и Варгана. Очень хорошие вопросы. Если здесь сейчас ничего не хотите спросить, то идем дальше. Мы обсуждаем больше, чем это представлено в книге. То есть это и есть правильный метод обсуждения шастра. Как Шила Пропада говорил, обсуждать с разных точек зрения, пытаясь понять с разных точек зрения. С разных точек зрения это не разные мнения какие-то неавторитетные, а с разной точки зрения они все уже представлены в шастрах и нашими ачариями, и мы их рассматриваем и пытаемся применить это к себе лично, понять, что это значит для нас, как мы можем это применять в своей жизни. Хорошо, продолжаем. Будет становиться яснее постепенно. Очень много будет повторов, цикличности в повествовании, в подаче. Мы будем встречаться с определенной цикличностью. Она необходима, и эта цикличность будет помогать все лучше и лучше, яснее и яснее понимать все эти концепции, все эти категории философии сознания Кришны. Итак, ваши вопросы связаны именно с Гьяна Кармадья Навритам. Бхакти практикуется в материальном мире, в материальном теле, разными людьми, по-разному обусловленными, поэтому нет никакой речи о Гьяна Кармадья, Гьяна Кармадья Шунья, или Шунья там, не может такого быть. То есть, такое просто, в принципе, невозможно. То есть, это возможно только в духовном мире, где вся деятельность совершается под контролем Сварупы Шакти Кришны, внутренней энергии Господа. Нет никакой другой деятельности Крии, то есть, только деятельность под контролем Крии Шакти. То есть, там каждое действие направлено на удовлетворение Кришны и фактически участвует в его танцидентном наслаждении. То есть, даже когда на Кришну ругаются, или его преданные, когда родители Кришны наказывают его, все, что кажется и представлено в материальном мире, как нечто негативное, в действительности служит причиной трансцендентного наслаждения Кришны в духовном мире. То есть, он чист, он свободен. Там нет гьяны, там нет кармы, там нет обусловленной природы, нет гун материальной природы. Вся деятельность духовная и знание, чистое знание о Сварупе, реализованное знание о своей Сварупе в отношении Кришны, о Сварупе Кришны. Вот, и полное знание, необходимое для того, чтобы доставлять удовольствие Кришне. Будучи частицей Кришны, живое существо находится в своем совершенном положении, обладает совершенным знанием, и в этом знании нет никакой тени материального. То есть, знание, имперсональное знание в той или иной степени является материальным знанием. Знание об операциональном аспекте, оно опирается на... В сущности является знанием, проводящим различия между материей и духом. Но в духовном мире нет этого, и нет этой необходимости. Это все гораздо выше, даже разделение духа и материи. То есть, мы должны различать, что духовно, что материально, что хорошо, что плохо, находясь в этом мире. Но в духовном мире нет ничего материального, нет ничего плохого. Там все абсолютно хорошее, и все абсолютно духовно. То есть, практика бхакти в материальном мире, живым существом воплощенном, в материальное тело, невозможно в полном отсутствии кармы и гьяны. Вот это надо понять. И то, что мы видим в Пуранах, в Махабарате, в Шримад Бхагаватам, мы видим примеры великих личностей, которые практикуют бхакти, но все они практикуют также и карму, дхарму, выполняют свой долг религиозный, они являются кшатарами, браманами, вайшами или шудрами. Они имеют обязанности в этом мире, как говорится, про деда Бишму, про Бишма-деву, когда он оставил этот мир, когда он выдохнул последний раз и умолк. Про него говорится, описывается, что человек, сражавшийся на тысячах полей сражений, говорящий на тысячи разных тем, и так далее, и так далее, в конце концов умолк. То есть дед Бишма, являющийся величайшим авторитетом в науке бхакти, являющийся великим преданным Господа, находящимся с ним в вечных отношениях, слуги Господина, которые здесь в этой лиле, в материальном мире они проявляли, как виря раса, то есть это производная даси расы, рыцарская раса, то есть Бишма-дев наслаждался отношениями с Господом виря расе, служил ему таким образом, в свою очередь, и наслаждался трансцендентным блаженством сам. То есть дед Бишма, он совершал тысячи действий, тысячи разных карм, он следовал различным принципам религии, совершал различные жертвоприношения, соблюдал различные обеты, говорил на разные темы, сражался на тысячи разных полей сражений, и он был великим преданным Господа, который практиковал бхакти, его практика была практикой на уровне совершенства, то есть это в основном, в основном он служил Кришне с помощью бхавы, с помощью эмоций, чувства и памятования, то есть памятования относятся, медитация к чештарупам, к чештарупа анушиланам, а чувства относятся к баварупа анушиланам, то есть чештарупа анушиланам, определенные действия, совершаемые преданным, находящимся на уровне совершенства, также относятся к чештарупа, так же, как и наши усилия в практике бхакти, но они имеют иное качество, и их причиной являются чувства. Причиной наших действий в преданном служении является наша вера, основанная на знаниях и наставлениях, полученных из авторитетного источника, из шастр, от духовного учителя, то есть мы мотивируемся шастрами, верой, необходимостью и долгом, то есть мы души, надо приходить в чувства, осознавать себя душой, освобождаться от материальной концепции жизни и так далее, то есть мы действуем из чувства долга, понимая, что мы должны удовлетворять потребности души, хотя мы привязаны к удовлетворению потребности тела, потребности души, это еще надо как-то ощутить, это вопрос большой, то есть мы как бы заставляем себя, напоминаем, как больной человек напоминает себе, что ему нужно выпить лекарство какое-то, которое не очень приятно на вкус, понимая, что вот я болен, я должен принимать, это чувство долга, то есть люди принимают лекарство из чувства долга, не из-за любви к лекарству, то есть для нас бхакти, являющаяся проявлением энергии наслаждения Кришны, то есть которая полна трансценетного блаженства, в действительности является вот таким лекарством, которому как бы, ну как-то даже и не может быть любви на этом этапе, то есть это лекарство, потом мы начинаем выздоравливать и начинаем осознавать, что оказывается это лекарство по совместительству является еще и самым главным объектом наслаждения для нас, то есть когда, как бы пища для нас, пища для нашей души, то есть потребность удовлетворяет под имена, а это не просто лекарство, то есть это больше, чем лекарство, в действительности это и есть наше истинное, вечное, духовное, полное блаженство, жизнь, это предное служение, жизнь в сознании Кришны, но мы воспринимаем на уровне вайтхи-бакти, это как лекарство, которому не может быть любви, это долг, чувство долга, осознание неотвратимости смерти, это мы дальше будем обсуждать в нектаре предности. Мотивация на предное служение у нас такая, да, это нормально, это так и должно быть, иначе мы не можем прогрессировать, мы должны осознавать неотвратимость смерти и пытаться совершить духовный прогресс в этой жизни максимальный, подготовиться к оставлению тела и достичь, желательно достичь совершенства в этой жизни, то есть мы должны сделать все возможное. Итак, бакти практикуются теми, кто практикует и дарму, следует принципам религии, выполняет какой-то долг, внешний какой-то долг перед семьей или обществом, имеет какие-то привязанности и потребности, от которых он не может отказаться просто так в одночасье, и в связи с этим тоже есть какая-то деятельность, какие-то обязанности, если у нас есть просто насущные потребности, которые требуют удовлетворения, а чтобы их удовлетворять, удовлетворение их в свою очередь требует и энергии, и времени, то есть мы должны кучу всего делать, того всякого, да, чтобы тело поддерживать в нормальном состоянии, хотя бы даже это тело нужно мыть, одежду нужно стирать, нужно питаться, чтобы питаться нужно готовить, чтобы было что готовить, нужно работать, чтобы работать нужно тратить на это время, куда-то ездить или ходить, или работать из дома, но так или иначе тратить время, все это является естественной средой, в которой мы можем добавить бхакти, добавить Кришну и практиковать рука об руку бхакти со всеми этими видами деятельности, которые неизбежны. И нужно научиться именно этому искусству, чтобы вся эта деятельность не покрывала предного служения, а помогала ему в этом искусстве деятельности. И обратить внимание нужно на пример великих личностей, о которых мы читаем, Шримад Бхагаватам, вы не найдете ни одного, кто не практиковал бы бхакти и одновременно не практиковал карму, гьяну, йогу или еще что-то. Все великие авторитеты в преданном служении, такие как Придху Махарадж, практиковали карму и бхакти, потом, когда он отрекся, он практиковал гьяну и бхакти. Дру Махарадж практиковал йогу и бхакти. И бишма-дева мы приводили, панды мы практиковали, карма – это предписанные обязанности, предписанные шастрами, варнашраму. То есть варнашрама, карма и дхарма, варнашрама – это в той или иной степени все одно и то же. Просто когда мы все это делаем для наслаждения в этом мире, то это буквально, это просто карма. Когда мы это делаем для освобождения, это не шкама-карма, но высшей целью всех этих обязанностей, всех этих практик является служение Господу, как Арджуна служил Господу, выполняя свои профессиональные обязанности. Он доставил удовольствие Кришне, сражаясь. Он был кшатарем от его обусловленной природы. И он сражался, занимался просто своей профессией. И так доставил удовольствие Кришне. Не единственный способ, как он доставил удовольствие Кришне. Более важный способ – это пометование Кришне, анукулена, вот это расположение Кришне, желание, стремление доставить ему удовольствие. И практика непосредственно слушания, воспевания, пометования. Вот она прежде всего важна. Но профессиональные обязанности и другие аспекты нашей жизни могут быть подчинены бхакти, могут быть поставлены на службу бхакти. То есть, вот это важная вещь для понимания, что мы должны учиться быть в сознании Кришны, когда мы заняты вот этой деятельностью, от которой мы просто никуда не можем сбежать. И не должны. Не можем и не должны. То есть, это может становиться причиной некоторых ментальных, психологических проблем для предного. То есть, он может воспринимать различные аспекты своей жизни, своих обязанностей, как страшное препятствие для бхакти. Хотя, на самом деле, это не является препятствием. То есть, человеку нужны деньги, нужен дом и так далее, чтобы практиковать бхакти также. И нет необходимости отрекаться от того, что может быть использовано в предном служении. Этот принцип Руба Госвами также обсуждает в бхакти Расамрадсинху. Мы это будем проходить. Истинное отречение и ложное отречение. Истинным отречением является юктовая рагия. Юктовая рагия. То есть, это активное отречение. Это когда мы не отказываемся от того, что может быть использовано в сознании Кришны. Мы отказываемся только от того, что мешает сознанию Кришны. Но здесь есть сложность, что неофит может относиться к некоторым вещам, которые не мешают сознанию Кришны, как к вещам, которые мешают. Вот это очень важно. То есть, это типичное для начинающего транзенталиста или преданного заблуждение. Он склонен думать про некоторые вещи, которые на самом деле никак не мешают его прогрессу в сознании Кришны. Что думать о них как о том, что является проблемой для его сознания Кришны. Это типичное заблуждение неофита, как говорит Шилапрупада в третьей главе Бхагаудгита. Мы это будем обсудить. Арджуна пал жертвой этого заблуждения, когда он хотел отказаться от обязанностей и уйти в лес, думая, что духовная жизнь невозможна без полного отречения. И Кришна его разубедил, что это не так. То есть, есть обязанности, с помощью которых мы можем служить Кришне. То есть, есть различные виды деятельности, которые мы можем поставить в служение Кришне. И совершенством варнашрама чаранавата пурушена парах пуман. Говорится, что утверждение из Шимадбхага, или это из Падмапураны, где в Шимадбхага похожие утверждения есть, что совершенством предписанных обязанностей является доставить удовольствие Кришне. Это совершенство для обязанностей. То есть, Арджуна сражался, выполняя свои обязанности. Ну и как бы не было такого прорыва, не было такого блага для него в этом, пока он не сражался для Кришны. Но когда он делал это для Кришны, это совершенство обязанностей. Не всегда и не у всех это может получиться. Но если это получается, это совершенство наших обязанностей. Для нашей профессии, для наших талантов, для наших способностей, для нашего имущества, богатства, денег. Совершенством является, если мы это используем в служении, в миссии Господа в этом мире. Или помогаем своему прогрессу каким-то образом, посещаем фестивали, например, тратим заработанные деньги на посещение святых мест, на посещение фестивалей для того, чтобы получать общение с садху, с преданными. То есть, таким образом, в деньгах деньги обретают смысл, а деньги мы получаем через работу. Таким образом, работа обретает смысл. И возникает, в общем-то, причина любить свою работу. Если нет другого варианта получить деньги, которые мы можем использовать в служении Кришне, то тогда мы должны принять и любить свою работу, если нет другого варианта. Если мы держимся за какую-то ситуацию по причине наслаждения чувств, то тогда да, это будет препятствием для духовной жизни. Если мы можем, допустим, не работать, у нас куча денег на счетах, в каких-то активах, а мы из жадности хотим больше, то, конечно, мы прожигаем свою жизнь. Такие случаи есть, может быть, они не частые, но такие случаи есть. Я лично знаю людей, которые могли бы не работать, но они работают исключительно из жадности, из-за привязанности, из-за материальных страхов. То есть, это очень парадоксально. Есть преданные семьи преданных, которые живут на 20-30 тысяч в месяц и имеют очень спокойный ум. Они считают, что у них все есть, что Кришна к ним очень милостив. Есть люди, у которых огромные доходы, огромные активы. Они боятся, что им не хватит. Они боятся буквально не, что им не хватит. Они боятся понизить стандарт жизни, стандарт чувственных наслаждений. То есть, очень много страхов. И преданные неофиты иногда, они не отличаются от материалистов. Очень материалистично в этом отношении. То есть, если человек может, имеет возможность посвятить себя полностью преданному служению, но он этого не делает, то это уже является покрытием его бахти. Таким образом это нужно понимать. Так, перейдем непосредственно к вашим вопросам. Я, в общем-то, на них отвечаю уже. В общем, давайте непосредственно. Вопрос. Кто был первый в орган? Ну, начнем с органа. Читаю вопрос. Вы говорили, что один из видов покрытия кармой боятся... А, на этот вопрос я уже ответил в чате. Цитаты. Боятся негативных кармических последствий от неисполнения некоторых обязанностей. То есть, думая, что если я брошу выполнять какие-то обязанности, то меня постигнет какая-то злая участь, то есть, последствия будут, которые я должен буду пережить, через которые я должен буду проходить, я должен буду страдать. И поэтому я не буду бросать этих предписанных обязанностей. Но если это предписаны обязанности, мешающие нашему сознанию Кришны, то их нужно оставить. Вот в чем смысл. И в связи с этим, в общем-то, связаны вопросы в органу Прабу. Приводится пример. Большой вопрос, обширный, можно почитать, но я сокращу его. Вот он приводит пример. Например, родителей непреданных. То есть, если обязанностью человека является заботиться о престарелых родителях, это долг. Само по себе это никому никогда не помогало развиваться духовно. То есть, это не духовная деятельность, но это долг. Долг означает, что, в общем-то, мы не заинтересованы никакой выгодой. То есть, я не получу никакой выгоды, заботясь о престарелых родителях, кроме как просто эмоциональные какие-то ощущения, что я делаю правильно, я плачу свои долги своим родителям, которые заботились обо мне, дали мне жизнь. Ну, в общем, это естественно. Тут даже не нужно погружаться. То есть, это естественный долг. Заботиться о родителях, когда они нуждаются в этом, когда они зависят от нас. То есть, мы должны это делать. Это наш долг. И это, в общем-то, даже не обсуждается. Казалось бы, да. Но есть утверждение Шилбрупада в читании Чаритамрати, что нет никакого смысла. Он в читании Чаритамрати ссылается на Бхактира Самрита Синхва 1.2.200. Лауки ки ваэди ки ва пи шлока. Следует заниматься только той деятельностью, мирской или предписанной ведами, которая помогает развивать сознание Кришны. То есть, которая не помогает, этим заниматься не надо. Шилбрупад делает утверждение, что нет смысла в служении родителям, которые не являются преданными Господа. То есть, Рагунат Дасгасвами, он служил своим родителям, и в этом был смысл, потому что они были ващнавами. Но если родители не являются ващнавами, то в служении им нет смысла. Духовного смысла. То есть, вы не будете за счет такого служения духовно прогрессировать. И вот это вот смущает, вот это вызывает вопрос, как же все, как же на самом деле. Давайте попытаемся на него ответить. Это многогранная очень тема, потому что отказ от каких-то обязанностей, которые мешают, выполнение которых мешает сознанию Кришны. Вот этот критерий, что мешает мне, моему продвижению сознания Кришны, он будет отличаться от человека к человеку. В каждом конкретном случае это может отличаться очень значительно. С точки зрения ашрамов, это будет очень сильно отличаться. То есть, для Брамачари, Ванапрасх и Саньяси вот это предписание, оно более, чем прямолинейное. То есть, они должны оставить все мирские обязанности, в том числе и заботу о родителях. Это не их дело, но это дело грехасх. То есть, грехасхи не могут отказаться и не должны отказываться от очень многих видов обязанностей, тогда как Брамачари, Ванапрасх и Саньяси должны. То есть, от ашрама к ашраму это будет отличаться, и ашрамы символизируют уровни духовного развития. То есть, это связано также с уровнем духовного развития. Поэтому отказ от обязанностей это часто вопрос личной ответственности и выполнения наставлений духовного учителя. Потому что это отличается от случая к случаю. Это зависит от уровня сознания Кришны. Это зависит от ашрама. Ашрам, в свою очередь, тоже зависит от уровня. Это как бы вехи, определенные этапы в жизни. Но, с другой стороны, и уровень тоже. То есть, я должен отречься на определенном этапе своей жизни, допустим, в 50 лет. Но, чтобы действительно отречься, я к этим 50 годам должен совершить духовный прогресс. То есть, я должен достичь этого уровня. А делающий уровень, на котором я квалифицирован, достойен отречения. Иначе, как бы, я превращусь в обезьяну или в какого-то псевдо-саньясе, посмешище, да, в митьячару или лицемера, который занимается не тем, чем надо. То есть, ашрамы связаны с уровнем духовного прогресса, хотя являются вехами, этапами в развитии человека по возрасту, так сказать. То есть, здесь должно соединиться и возраст, и духовное развитие. То есть, к 50 годам отречься, но к 50 годам надо быть продвинутым преданным, который полон вкуса к сознанию Кришны, и полон духовных реализаций и может отречься вот так вот, да. То есть, спокойно, оставаясь полностью счастливым в сознании Кришны, без всего того, что у Него было, греха с хашинами, и даже, наоборот, усилив свое трансцендентное, интенсивность трансцендентного блаженства отречением, практическим. И отказ от обязанностей. Здесь приводится в вопросе пример с заботой о родителях. Этот пример является своего рода таким этическим упражнением, упражнением на этику. Так, микрофон опять у нас не у всех выключен. Проверьте, пожалуйста, сами выключите. Приводится пример родителей, и Шрилов Рупада делает вот это утверждение, которое такое вызывающее в сторону мирской этики. И здесь нужно понять принцип, что в действительности сознание Кришны может идти в противоречие с другими принципами нравственности, морали, с другими принципами религии. То есть, есть разные уровни, которым следуют разные люди. Уровень на санскрите – это нити, нити – это нравственность, мирская мораль. Нити шастра, артха шастра относятся к этой категории. То есть, это обычная какая-то мораль, как нужно жить в этом материальном мире, так сказать, мудрость. Как Ченаки-пандит обращается к этому аспекту. Нити. Шрилов Рупада, труды, труд. Труд. А Ченаки-пандиты так и называют нити шастра. То есть, там цитаты из Пурана в основном, может быть, утверждение самого Ченаки. Ну, там очень много шлок из Пурана, они встречаются в других местах. Он их собрал вместе именно на эту тему, где говорится, что надо смотреть на имущество другого, как на мусор, к любой женщине, кроме своей жены, относиться как к матери. И так далее. Это принципы нравственности. Они основаны на предписаниях Вет. Но есть более высокие принципы, еще более высокие принципы, принципы религии. Ахимса, принцип религии, отказ от насилия, к примеру, нон-ваиленс, как Шилл Брубада, отказ от насилия. Ахимса, или это уже принципы дармы, религии, они уже учат долгу, не то, как на что-то смотреть, или кому верить, кому не верить. Они учат выполнение долга, дарма шастры. Дарма – это в чем наш долг, в чем наши обязанности, как следовать принципам религии. Более высокие принципы – это принципы религии, которые непосредственно ведут к освобождению от материального рабства. Они более важны, чем принципы религии, позволяющие прогрессу в материальном мире. Понятно, да? То есть принципы дальше, после дармы, мокша, принципы освобождения. Человек, который встал на путь хочет реализовать трансцендентные знания, амбрамасми, я есть браман, я не это тело, освободиться от материального рабства, желает. Такой человек должен отказаться от камья кармы, от кармических ритуалов, целью которых является просто наслаждение. То есть предписано даже. То есть он не просто имеет право или может от них отказаться. Ему сказано, что он должен от них отказаться. То есть если вы хотите освобождения, то вот это, вот это, вот это вам вообще не нужно уже. Таким образом, более высокий принцип религии отодвигает в сторону более низкие по уровню принципы религии или нравственности. То есть нити, выше дарма, выше дарма принципы освобождения, духовного прогресса, мокша, еще выше бхакти. Бхакти часто как бы соединяют с гьяной или с мокшей. Почему? Потому что бхакти является средством освобождения, выхода из этого материального мира. Поэтому в этом смысле это тоже вариант гьяны. То есть это то, что выводит нас из материального мира в духовный, ведет нас отсюда туда, из этой тьмы к свету. Поэтому это тоже иногда как-то смешивают с гьяной в шастрах. и есть такое понятие, как дарма-санкат, наложение дарм различных принципов религии, когда они входят в конфликт друг с другом. Этот конфликт нужно разрешить именно таким образом. Нужно отдать предпочтение более высокому в градации принципов религии, принципу, и отказаться от того, который в этой иерархии принципов находится ниже. И поскольку бхакти выше всего, это самое важное в жизни человека, то следует отказываться от всего, что противоречит бхакти. Это принцип. Если гипотетически пока скажем, если служение родителям мешает бхакти, да, нужно оставить служение родителям. Это принцип. Но так ли это на практике, нужно ли оставлять служение родителям всегда, и где-то ситуация, когда это мешает, то есть гипотетически, если мешает, то да, нужно оставить. Но как это может мешать? Это уже другой вопрос, и это индивидуально. Может быть, когда-то в каких-то случаях может мешать. Потом, в каком мы ашерме находимся, если мы грехасхи, мы же не оставляем служение жене, детям, работу, ходить в больницу, не забываем себя лечить. Почему мы должны на этом уровне оставлять служение родителям? То есть это как бы более чем неуместно даже поднимать такой вопрос будет в нашем случае. Но есть другие нюансы, то, что жизнь в Калиюг очень не идеальна, и нам приходится иногда жить в разных местах, в других городах. не вместе с родителями. Но принцип простой, если некому больше позаботиться о наших родителей, кроме нас, то надо переезжать и жить с ними рядом. И заботиться мы грехасхи. Если мы грехасхи, мы должны это делать. Мы должны это сделать. Если наши родители не зависят от нас полностью, то с к сожалению, мы можем переехать в город, который лучше для нас, для нашего духовного развития. С сожалению, опять же, это то, что мне приходится делать. То есть моя мать не зависит от меня на 100%. Она с семьей моей сестры в одном городе. У нее взрослые племянники, племянницы. Она не зависит от меня, но если ситуация изменится, то я должен буду переехать и лично никак не вижу, как это мне может помешать моему сознанию Кришны. Скорее наоборот. То есть я не смогу находить себе место, если я не сделаю этого. И это будет мешать моей садане, моему сознанию Кришны. таким образом мы должны гибко применять эти принципы. То есть есть еще утверждение в шастрах, то есть гипотетическая ситуация и редкая ситуация. Нужно понимать, что вот это утверждение обоставлении заботы о родителях является либо гипотетическим в каких-то случаях, либо редким либо просто редким случаем. Редким случаем, если человек очень духовно продвинут, как Господь Читания явил такой пример, он оставил свою мать, но о ней было кому позаботиться. То есть он разорвал эмоциональные узы, но он не лишил мать существенного чего-то. То есть Господь Читания это сделал. Он оставил служение своей матери, предпочел служение всему миру, спасение, предпочел это миссии сознания Кришны, распространение движения Санкиртаны. Он сделал это, именно это, но, если разберемся в деталях, то есть он не бросил на произвол судьбы, то есть нет речи об этом, это уже как бы, это уже очень такое экстремальное упражнение в этике, мы упражняемся, так сказать, в этике, и упражняясь в этике, я сейчас попытаюсь на примерах объяснить, что я имею ввиду под упражнениями этическими, ну вот приведу экстремальный пример, убьете ли вы своего ребенка своими руками, если у вас будет гарантия, что он вернется на Галлоку Вриндауну в результате, да, то есть давай, я не хочу, чтобы вы даже думали об этом, я просто привожу это как пример этического упражнения, так сказать, это не надо делать, то есть не нужно в этом упражняться, нужно понять принципы, что сознание Кришны выше всего, если что-то надо пожертвовать для продвижения сознания Кришны, нужно это сделать, это принцип, потом мы берем принципы, он должен уже применяться в каждом конкретном случае отдельно, то есть зависит от уровня духовного развития, от чистоты человека, от его ашрама, будет зависеть от чего ему надо отказываться, от чего нет, и очень важно здесь обратить внимание на аспект искренности и честности, то есть отказ от обязанностей под предлогом духовной жизни, вот это нужно избегать, это хуже, чем не отказ от обязанностей, когда это может быть, скажем так, более гибко, это может оказаться чем-то более страшным, чем не отказ от обязанностей, когда это желательно для сознания Кришны, еще более страшно для духовной жизни, может оказаться отказ от обязанностей, под предлогом духовной жизни, то есть мы, как бы прикрываясь духовной жизнью, хотим сбросить себя что-то трудное и неприятное, вот это нельзя делать, это то, что Арджуна хотел сделать, он хотел избежать сражения под предлогом духовной жизни, и был готов на лишение, был готов к отречению, к жизни в лесу, там и так далее, к шатри, отказ от обязанностей под предлогом духовной жизни, прикрываясь духовной жизнью, вот этого нужно избежать, то есть это кто нам скажет, что мы делаем, либо духовный учитель или наставник, которому мы доверяем полностью на 100%, то есть у нас есть вера, что сложно в Калиюгу, в Калиюгу очень сложно иметь веру в авторитеты, в духовного учителя, в наставников, старших, очень сложно иметь веру, и с другой стороны очень сложно пробудить веру в ком-то и поддерживать ее, то есть люди сбиты с толку, мы с вами все очень сбиты с толку, очень серьезно в Калиюгу, Мы иногда превозносим кого-то без его желания и согласия на это, потом смешиваем его же с грязью, кого превозносили, обнаружив, что мы как бы превозносили, не зная всего, но нас же никто и не просил превозносить. То есть часто о проповедниках судят только по лекциям, просто слушают лекции, лекции нравятся, ну и на основании этих лекций делается заключение, это продвинутый преданный, но это не обязательно продвинутый преданный, это может быть просто преданный, лекции которого полезны для нас оказываются, или как бы он может действовать в этой роли, помогать, понимать шастеры, лучше понимать, чем мы, но это внешняя квалификация, и это часто происходит, да, духовных авторитетов оценивают по недостаточным качествам, не видя, не рассматривая другие их качества. То есть, очень сложный момент веры, но что нам делать, что не делать, как понять, что мы заблуждаемся, что мы сейчас просто обманываем себя и обманываем еще кого-то. Сверхдуша в сердце и знания, которые мы получаем из шастер, и преданные наставники, гуру, которые могут нам что-то извне дать, подсказать, все это в сочетании может помочь нам понять, что мы что-то делаем не так. Итак, отказ от обязанностей под прелогом духовной жизни, этого нужно избегать, так же серьезно, а то и более серьезно, как и вот этой привязанности к каким-то обязанностям, которые мешают сознанию Кришны. Это тоже нужно, это тоже очень опасно. Итак, какой-то, сюда же, к этому же моменту, невысокий уровень сознания Кришны, какой-то начальный уровень сознания Кришны, он подразумевает, что мы не можем отказаться от ряда своих эгоистических желаний. Ну, как бы невременно, невозможно пока, мы на низком уровне сознания Кришны, у нас есть какие-то эгоистические желания, какие-то наши потребности, мы их удовлетворяем, не можем от них пока отказаться, но тем не менее мы поднимаем вопрос об отказе от, о заботе о родителях, к примеру. Я чисто гипотетически, вопрос очень хорошо сформулирован, вот, чтобы просто прочувствовать, что мы имеем эгоистические желания, но при этом ставим вопрос, а может быть нам мешают какие-то обязанности, от них надо отречься. Ну, вопрос мы этот ставим только потому, что это просто не приносит никакого удовлетворения нашим эгоистическим желаниям, а вот то, что приносит, мы как бы не спешим отрекаться, да пусть пока будет, ничего страшного, да, это же приятно для чувств, а какой-то долг перед родителями, это неприятно для чувств, да, забота о пожилых людях, она неприятна. Ну, то есть там ничего нет для чувств, не то, что неприятно, там ничего нет для удовлетворения чувств, это более глубокие ноты может затрагивать нашего существа человеческого, то есть это может быть даже приятнее, чем удовлетворение чувств некоторым людям, вот, забота о своих родителях. Но вот это нужно избегать, то есть причиной такого отречения является тот же эгоизм и это гуна страсти, это описывается как отречение в гуне страсти, желание избавиться просто от каких-то обязанностей, потому что они являются бременем и чем-то неприятным. Но при этом не ставится вопрос об отказе от обязанностей, которые сопряжены с чем-то приятным, то есть как бы работать, ездить по командировкам, развиваться, там, учиться чему-то, чтобы больше зарабатывать. На это время есть, а вот на старых родителей нету, да, ну, то есть так не должно быть, нужно быть честным. Итак, есть утверждение, еще про гипотетическая ситуация или редкая ситуация, есть утверждение, что саньясе лучше покончить с собой, чем допустить мысль о наслаждении женщиной. И Шилабрупада сказал, что это говорится для того, чтобы просто показать, насколько плохо для саньясе думать о наслаждении женщиной, то есть, что лучше покончить с собой, чем допустить эту мысль. Но здесь не говорится, что нужно покончить с собой, если мысль пришла, да, то есть это сделал Вишнуджан с вами, ученик Шилабрупады, и это не было одобрено Шилабрупадой, то есть этого не надо было делать. Это нужно было продолжать практиковать сознание Кришны, женившись там, то есть это было неправильно. При всем величии Вишнуджана с вами, да, то есть мы должны понимать, что этот поступок неправильный. Самоубийство неправильное действие, не авторитетное. Не будем сейчас подробностей про отчёты Харидасу, там другой уровень, другая ситуация, другой уровень. Но Шилабрупад объяснил так. Поэтому и здесь мы можем понимать, что этот пример, что нужно отказаться от служения родителям, если это мешает сознанием Кришны, чаще всего это гипотетически. В некоторых случаях это не гипотетически, это реально, но это с определёнными поправками от случая к случаю, это индивидуально. Какой ашрам у человека, какой его уровень, какая ситуация у родителей. То есть если они бросить просто на произвол судьбы, да к чёрту такое сознание Кришны. Извиняюсь за выражение. Зачем такое сознание Кришны вообще, если человек может это сделать, способен на то, чтобы это сделать. Господь Читания отказался, он порвал узы, порвал привязанности к маме, да, да. И это эмоциональный разрыв произошёл, да, разлука произошла. Но она не была брошена на произвол судьбы. У неё всё было хорошо, она прекрасно жила, получала всю заботу, защиту, служение. Куча преданных в Бенгалии, вся Бенгалия, все вайшнавы Бенгалии были готовы, были рядом, были готовы, чтобы полностью защитить и обеспечить, и служить ей. Пожалуйста, принимайте саньясову, а в 24 года, если можно вот с такими, в таком защищённом положении оставить своих престарелых родителей, ладно, можно это сделать. И что ещё по поводу служения родителям? Здесь вот это утверждение Шилбрупады, что есть служение и выполнение долга – это разные вещи. То есть, если родители вайшнавы, мы служим им, то мы духовно прогрессируем. Но если не вайшнавы, то о служении речи быть не может, это будет служение, конечно, да, но это не трансцендентное служение, это не служение преданным, это выполнение долга, это долг. И когда человек выполняет долг без веры и без ожидания прогресса от этого какого-то духовного, то это приемлемо для сознания Кришны. То есть, мы практикуем сознание Кришны для того, чтобы духовно развиваться, ну и выполняем какой-то долг просто потому, что это наш долг, не потому, что это часть сознания Кришны, не потому, что это помогает нам прогрессировать, это просто наш долг. То есть, мы живём в материальном мире, мы в материальном теле, то есть, мы не можем практиковать только Бхакти, мы всегда практикуем Бхакти наряду с чем-то, в соответствии со своей ситуацией индивидуальной. Кто-то с гьяной, кто-то с кармой, но карма и гьяна не должны никогда покрывать Бхакти. Допустим, когда человек говорит, что моя работа и есть моё служение, моя учёба, это и есть моя проповедь, да, то это покрытие, это бред. То есть, нет, служение, анукулены Кришна, анушиланам, вот это наше служение. А наша работа, это не наше служение, забота о родителях, это не наше служение, забота о семье, это не наше служение в основном. Это деятельность, которая должна подчинена быть служению или просто выполняться как долг, не мешая служению параллельно. Служение и выполнение долга, это разное. То есть, мы можем выполнять и должны чаще всего выполнять долг просто без веры, что это нам принесёт какие-то духовные плоды, ничего не принесёт. Но тогда зачем я буду выполнять? Просто так надо, потому что это просто наш долг. Мы же не сопротивляемся тому, что мы должны опорожняться, допустим, нет протестов такого, нет движения такого против опорожнения, да, нет вопросов. А как бы остановить опорожнение? Это нужда просто. Потребность, мы молча, смиренно, послушно это делаем и не ожидаем никакого духовного прогресса от того, что мы опорожнили кишечник. Также многие виды обязанностей в этом мире, они в этой категории потребностей, насущных потребностей. Забота о близких в сущности, ну это тоже, это часть, это забота о близких, это значит забота об их потребностях. То есть они находятся под нашей ответственностью, как грехасх, мужчина грехасха, да, под его ответственностью находятся люди, потребности которых он должен удовлетворять. И вопрос об оставлении этих обязанностей в грехасхашерами вообще не ставится. То есть нужно по должным образом к этому прийти, чтобы оставить их, чтобы все остались защищённы, чтобы наш долг был выполнен. Конечно, есть исключения очень продвинутых личностей, которые рвут эти узы очень каким-то образом экстремальным. Это может быть, но это необычная ситуация. Ну и также надо понять, что материальные привязанности, мирские сентименты не являются настоящей любовью. Это не то, за что следует держаться. То есть ради духовной жизни мы можем рвать какие-то мирские связи. Здесь есть преданный в Майяпуре. Он из семьи браманов. И его отец в 50 лет. Однажды они просто проснулись все, мама, братья, сёстры, члены семьи, и обнаружили, что отца нет. И больше его никто не видел. То есть после исполнения 50 лет он просто исчез. Ушёл в момент, когда никто не видел. И больше никогда не вернулся. То есть это здорово быть способным сделать это ради духовной жизни. Это очень кажется экстремальным, но в материальном мире нет любви. Это нужно понять этот принцип. Любовь между родителями и детьми это то же самое. Это и означает, что этим тоже можно пожертвовать. Но вот нужно вот это всё гармонично принять. Ничего, если мирские какие-то сентименты трещат по швам, так сказать. Ничего страшного. Ради духовного прогресса это хорошо. Но обязанности в большинстве случаев выполнять нужно. Это также является аспектом проповеди. То есть люди, мы должны действовать как париништха, преданные. Париништха это уровень, когда преданные какие-то обязанности выполняют, чтобы просто не возбуждать умы у людей, дать им пример хороший. Что сознание Кришны подразумевает заботу о родителях. То есть оно не противоречит этому. И тогда люди относятся открыто к сознанию Кришны. В противном случае им сложно будет принять сознание Кришны. Но когда они примут сознание Кришны, то на уровне читая ничеритамрита они могут и этот принцип понять. О, сознание Кришны действительно важнее всего. Что ради него можно пожертвовать всем. Даже заботой о родителях. Это уже продвинутый уровень понимания. Но вначале то, что картинкой должно быть, это варнашрам. Это варнашрама, если кратко сказать, все защищены. Старики, женщины, дети. Все защищены. Это варнашрама. Да, и вот нужно понять принцип. И потом уже применение этих принципов является личной ответственностью и исполнением наставлений духовного учителя. Это может меняться от случая к случаю. И нужно быть осторожным в упражнениях с этикой. То есть это можно дальше развивать. Пример с убийством близких, если они вернутся на Галлоку. Зачем даже думать об этом. Также важный момент. Это один из уроков Багаудгиты. То, что действие, результат действия, реакцию на действие определяет знания, которым человек руководствуется в действии. То есть одно и то же действие может принести абсолютно разные результаты разным людям, в зависимости от того, чем они руководствовались в совершении этого действия. Если человек руководствовался эгоистическими мотивами, то он получит один результат. Если он руководствовался знанием, каким-то возвышенным знанием, полученным от духовного учителя и священных писаний, он получит другой результат. Это связано с вопросом о честности. То есть человек не получит результат отречения, отказа от каких-то обязанностей, если его мотивом было просто избавиться от каких-то сложных обязанностей, и он использовал духовную жизнь как предлог для этого. Результата не будет. Результат отречения он не получит. Это отречение в гуне страсти, эгоистическое отречение. Ну вот у меня все с вопросом Варгана Прабу. Очень мне понравилось над ним размышлять. Очень благодарен за вопрос. Как у нас тут вопросы не появились в чате? Я перейду к вопросу Матаджи Нархариприи. Это вопросы в тему. Я буду как-то сортировать и выбирать вопросы. Я отвечаю подробно на вопросы, которые непосредственно относятся к теме. То есть они мне помогают освещать эту тему. Вот таким вопросом были вопросы в Аргана Прабу. И теперь вопрос Матаджи Нархариприи. Вы говорили, что материальные методы не помогают в бакте. Я с этим согласен. Но почему некоторые предные после посещения материалистичных психологов и прочих тренингов говорят, что благодаря им они вдохновляются выходить на Санкиртану, наладили тайм-менеджмент и успевают больше служения? Кто-то даже больше кругов начинает читать. На первый взгляд может показаться, что это действительно помогает. Но как это работает на самом деле? Удовлетворяет ли Кришну такое служение? Удовлетворяет ли Кришну такое служение? Да, здесь может быть какая-то относительная польза от каких-то внешних вещей. И может быть это полной иллюзии. Почему так происходит, что кажется или не кажется, а что-то помогает в предном служении, что в действительности не является предным служением? Нужно понять, что это не в предном служении. Это не увеличивает бакте, это не питает бакте. Почему человек переживает определенные улучшения в жизни и в каких-то аспектах духовной жизни? Потому что улучшаются инструменты, которые он использует в служении. То есть улучшение инструмента, используемого в служении, может переживаться как опыт вообще улучшения духовной жизни. Здесь в этой формулировке, вот как эти преданные формулируют, как они говорят это, звучит, это может быть проявлением недостатка способности видеть, что такое сознание Кришны, а что такое несознание Кришны. То есть как бы недостаток способности различать. То есть улучшение, допустим, у человека было плохое здоровье, и из-за плохого здоровья ему тяжело было следовать садане, успевать все, и выходить на санкирту, но уж речи не было. Но его тело отремонтировали, подлечили, он стал себя хорошо чувствовать. У него в целом проснулся вкус к жизни, энтузиазм, желание быть активным, действовать. Ну и в силу того, что у него есть общение с преданными, и знания, сознание Кришны, активность, вот эта жизнь и деятельность, она стала проявляться в практическом служении. Больше кругов, больше служения, выходить на санкирту, она стала в радость. А что? Хорошо, воздух, свежие люди, дают деньги, шутишь с ними. То есть все становится легче. Я просто привел пример, что тело стало лучше, и нам кажется, наша духовная жизнь стала лучше. На самом деле, духовная жизнь, наше сознание Кришны может стать лучше только непосредственно от Шравнам, Киртанам, Вишнусмарнам, от Навабхакти, от выполнения девяти процессов преданного служения, которые непосредственно пробуждают наше сознание Кришны. Но вот эти улучшения относительные, это улучшения с тем, что мы используем в сознании Кришны. То есть люди, которые не являются преданными, могут помочь нам отремонтировать, так сказать, тело, подлечить нас, могут научить чему-то, что нам поможет, что мы потом можем уже применить в сознании Кришны. Это может вызывать определенный подъем, определенную радость. То есть мы иногда принимаем какие-то аспекты развития своей личности, которые являются материальными, принимаем за развитие в духовном. Но это неспособность различать дух и материю. Приведем пример. Человек стал учить английский язык, выучил английский язык. В результате того, что он выучил английский язык, у него появился доступ к шастрам, читать шастры, которых нет на русском языке, комментарии ачарьев и так далее. И он стал больше их читать, стал больше разбираться, его знание стало лучше, понимание шастры стало лучше, энтузиазм вообще в отношении проповеди, в отношении изучения стал больше в связи с этим. Но как бы и до этого он просто читал книги Шилу Браупады. То есть это улучшение на внешнем уровне, на практическом уровне. Но само сознание Кришны пробуждается по милости Кришны и чистых преданных Кришны через практику сознания Кришны в обществе преданных. То есть ничто, это нельзя заменить. Но опять же по себе тоже могу сказать, что я самостоятельно учил английский язык, и это помогает просто держать в тонусе интеллект. И помогает поддерживать память в хорошем состоянии. И потом это уже помогает в служении, в изучении шастров, проповеди. Но это не значит, что это помогло мне в духовной жизни. То есть в духовной жизни можно было бы обойтись и без этого, и можно было бы другое служение совершать без английского языка, без этого от стимулированного разума изучением. То есть нужно уметь здесь разбираться. В этом проблема. Одна из проблем, вот в связи с этим вашим первым вопросом, то, что преданные не понимают, в чем им кто помог. Помочь в развитии любви к Кришне может только чистый преданный Кришны и практика сознания Кришны на основе наставлений чистого преданного, в обществе преданных. То есть ничего другого не может помочь. Иногда люди действительно настолько невежественные по природе, то есть так сильно, ну мы все, в общем-то, очень сильно обусловлены, можем быть какими-то привычками. И это нас все очень сильно ограничивает. То есть мы время, не знаем, как временем распоряжаться, не знаем, как дисциплинировать себя, не знаем, как научиться вовремя ложиться. То есть можно даже, допустим, у человека есть проблемы с ранним подъемом. Он может смотивироваться на ранний подъем с какими-нибудь корми, общаясь с корми, которые очень там ценят ранний подъем. В результате начнет вставать раньше, но будет повторять мантру в отличие от корми. Есть, конечно, шанс, что он там заразится от корми еще чем-нибудь и будет стоять на мостике вместо джапы целое утро. Это кошмарная жизнь. Это худший способ, как можно угробить жизнь. Это вставать в 4 утра и потом до 7 гнуть спину, делая всякие йога-асаны. Это жизнь коту под хвост, можно так сказать. Но будем оптимистами. То есть можно чему-то научиться внешнему и это потом применить в сознании Кришны и таким образом ощущать, что мое сознание Кришны улучшилось. Ну, в общем, это вопрос того, как мы различаем. Потом еще один аспект, почему ощущается улучшение в духовной жизни. Потому что мы обусловлены, мы зависим очень сильно от того, что у нас на материальной платформе. То есть мы привязаны к материальному, привязаны к деньгам, привязаны к семье, к дому, к чему-то привязаны, в общем. И если у нас какие-то проблемы на уровне вот этих наших привязанностей, вот в этих сферах, к чему мы привязаны, то это очень плохо сказывается на нашей садане. Поэтому, когда мы как бы отвлекаемся даже от саданы и направляем свои усилия на то, чтобы улучшить то, что находится в сфере наших привязанностей, то улучшив эти привязанности, мы получаем спокойствие ума определенной шанти, которая помогает нам в сознании Кришны. То есть это связано с тем, что мы привязаны и обусловлены, а не с тем, что нашему сознанию Кришны помогает что-то, что не является сознанием Кришны. Это вот по поводу первого вопроса. Если хотите, можете что-то сюда дополнить. Да, сама духовная, вот Двиджамани Прабу говорит, что получается, спрашивает, что сама духовная жизнь это непосредственное соприкосновение с Кришной, посредством наставлений, посредством, да, практики прямых анг-бхакти. Вот это то, что непосредственно питает бхакти, пробуждает его. И у нас есть материальное тело, материальный ум, наша жизнь вся, наша карма, и с этим тоже что-то надо делать. То есть пройдет какое-то время, прежде чем мы полностью освободимся от гун материальной природы. Поэтому иногда, научившись чему-то практическому, простому, практическому, мы можем почувствовать улучшение в нашей духовной практике. Именно по этой причине, потому что у нас груз вот этой кармы, груз каких-то своих проблем, слабых сторон. То есть кому-то армия может помочь следовать принципам садана-бхакти. Но это не значит, что армия пробуждает бхакти. Насущный вопрос. Как ответить Джананни Туласе Матаджи? Как ответить предным, которые активно проповедуют тему о том, что правопад был обусловлен индийской культурой, любыми любимыми блюдами бенгальской кухни и так далее? Я думаю, что нужно срочно омыться в реке в какой-нибудь, после того, как вы видите таких так называемых предных, которые говорят о культурной обусловленности шилобраупады. Ну, то есть это люди, у которых нет веры, или у них есть шрада-аббас, причем в данном случае это есть разные виды шрада-аббас, подобие как бы веры, смешанной с гунами, нечистой веры. Вроде бы вера есть, за правопаду как-то держится человек, но говорит при этом, что он все-таки надо учесть, что он был культурно обусловлен. То есть мы не можем сказать, что здесь нет веры. Это вера, нечистая вера, причем есть разные виды нечистой веры, окрашенной веры. Это пратибимба. В данном случае это проявление пратибимба. То есть я держусь за правопаду, формально заявляю, что он чистый преданный. Но при этом я говорю, что он обусловлен бенгальской культурой 19 века, начала 20 века. То есть это противоречит одно другому. То есть это означает, что человек, он не принимает Шилу-Парупаду как... Он не осознает, что Шилу-Парупада является чистым преданным, совершенным Вайшнавом, из Галоки Вриндаваны, непосредственно представителем Кришны, Господа Читания. Если люди настаивают на этом, то есть это может принимать какие-то злокачественные формы. Вот к этому я с сарказмом сказал, что надо омыться в Ганге или хотя бы в любой реке, в любом водоеме, после того, как вы увидите таких так называемых преданных. То есть в этом можно... В этом невежестве можно упорствовать, да, а можно просто невинно иметь такое невежество пока, как стадию развития Шилу-Парупада нитя-ситха Вайшнав. То есть это доказанный факт. И чем больше мы будем погружаться в сознание Кришны, в философию и практику сознания Кришны, тем очевиднее для нас это будет становиться, что Он абсолютный, чистый, беспримесный, преданный Господа, полностью самореализованная личность, который находится на уровне полного осознания абсолютной истины, Кришны, своих отношений с Ним. Более того, чистые преданные, садху, истинные преданные, чистые преданные, их много, но Шилу-Парупада исключительно своими полномочиями, то есть своей ролью в этой вселенной, то есть своим могуществом распространять сознание Кришны, своим гением представлять философию сознания Кришны в таком виде, что это пробуждает духовный опыт, дает вкус, дает реализацию, дает реальную жизнь тем, кто был мертв, просто был ходячим мертвецом, зомби, как мы с вами. Проманы. Проманы – это сложная тема, доказательства, то есть откуда мы знаем, то есть откуда вы знаете, что Шилу-Парупада преданный такого уровня, чистый преданный нити ситха, Вайшнаф. Ну, я могу взять на себя смелость и рискнуть быть расстрелянным или забросанным помидорами или еще чем-то похуже. Я знаю, что Шилу-Парупада чистый преданный, потому что благодаря его наставлениям, чтению его книг, я на практике переживаю опыт осознания абсолютной истины, я реально понимаю, что я осознаю абсолютную истину благодаря Шиле-Парупаде. Пусть меня уничтожат за гордость или там высокомерие, там самомнение, что я там думаю, что я вот он там думает, что ну а как я еще могу понять, что как я еще мог бы понять, или мы все с вами можем понять, что Шилу-Парупада чистый преданный и что знание, которое он дает совершенно, если мы на практике это все не реализуем, ну или не начнем реализовывать еще долгий путь, продолжает Матаджи Джана Нитулоси. Да, именно спасибо, да, именно речь об упорстве в этой теме приводит пример, что он же не все знал в материальном смысле. К примеру, он не знал, что шоколад нельзя есть и откусил. И только потом, когда ему сказали, что это из какао, он ответил, что это нельзя кушать. Ну, не совсем так было с шоколадом. Шоколад так и остался от Астха Шакти. Его лучше не есть, потому что это несоответственный продукт, его, ну, как-то нельзя предлагать Кришне. Но то, что он является токсикантом, это не так. То есть, нужно съесть, может быть, состав несколько вагонов шоколада, чтобы как-то почувствовать токсикацию. Ну, то есть, это нереально возбудиться как-то с шоколадом, но это несоответственно. Там тараканов, много жуков это делают корми, делают каким-то способом непонятным. То есть, это просто несоответственный продукт, который не нужно есть. Ну, в общем, люди, которые упорствуют в этом. Зачем они упорствуют? То есть, они хотят открыть какое-то новое окно овертона, через которое протащить хотят какие-то послабления, отступления от наставлений Шиллупаупады. То есть, зачем подвергать сомнению безупречность и безупречность авторитета Шиллупаупады, если у вас цель следовать его наставлениям, и вы принимаете его чистым предным. Ну, я на эту тему могу говорить, и дольше. Она не совсем сейчас относится к обсуждению. То есть, Шиллупаупада еще есть. Я могу сам привести ошибку Шиллупаупады, в пример. Шиллупаупады сказал, что о неравенстве, когда он говорил о неравенстве мужчин и женщин, об этом он говорил часто и настойчиво, и всегда, последовательно, неравенстве мужчин и женщин. Он однажды привел пример, что у женщин мозгов меньше, то есть, в два раза меньше. То есть, у мужчин 64 унции, а какие-то ученые обнаружили, что у женщин в два раза меньше 32 унции. Он привел это как аргумент, что вот даже мозгов меньше. И это неправда. У женщин столько же мозгов, сколько и у мужчин, как оказалось. Но смысл в том, что есть в логике, есть виша, есть протигья, утверждение, есть Упасамхарана, пример, обосновывающий свое утверждение. И вот это утверждение про разный вес мозга относится к Упасамхарана, Упасамхарана, пример, обосновывающий утверждение. Но утверждение Шилапрупада не меняется. То есть, окей, выяснилось, что оказывается мозги одинаковые, ну ладно, больше не будем приводить это обоснование. Будем приводить другие обоснования, но утверждение не меняется. Мужчины не равны женщинам. Женщины не равны мужчинам. То есть, нет такого. Это Майавада. Уравнивать возможности для духовного прогресса у всех живых существ одинаковые. И у мужчин, и у женщин в этом это не нужно путать одно с другим. Но природа разная. Так, у Матаджи Нархарипри есть еще вопросы. На самом деле здесь вы говорили о следовании правилам и предписаниям. Я много раз слышал, что следование правилам приводит к гордости, а не следование глупости. ссылаются на личный или чей-то опыт. Может ли развиться гордость при правильном следовании. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Нашим принципом прогресса в духовной жизни является следование наставлением, следование стандартом. Поэтому это без обсуждения то, что нужно стремиться делать. Если это развивает гордость, а не делает нас более и более смиренными, все более и более зависящими от Кришны, от милости вайшнавов, то здесь нужно как-то над этим работать самому. Если мы это замечаем, это замечательно. Можно работать над этим самому. Если мы не замечаем, то как с этим быть? Хорошее общение помогает освобождаться от плохих качеств и обретать хорошее. То есть нам нужно стремиться получать общение от тех, кто смиренен, от тех, кто не привязан к ложным эго, не проявляет гордости. Нам нужно стремиться к тем, кто лучше, чем мы. То есть нам нужно занимать смиренное, практиковать смирение. Занимаясь смиренное положение по отношению к тем, кто нас превосходит в возрасте, в умении, в духовном уровне. Различные аспекты старшинства, какие бы они ни были, они очень способствуют тому, чтобы мы гармонично развивались. То есть гармонично развивались означает развивались, но при этом не гордились этим развитием. То есть для этого нужно хорошее общение и принцип принятия авторитетов, принятия старших. То есть это не должно, это не всегда должно быть каким-то чем-то официальным, формальным. Ну, это должно быть. Это полезно. При правильном следовании гордость может развиваться, но при правильном следовании милость Кришны также приходит в различных формах, разрушающих гордость. Кришна позаботится, нужно зависеть от Кришны в этом принципе, следовать правилам и предвисаниям и зависеть от Кришны, предаваться Кришне. Он все сделает то, что не сможем сделать мы. Мы иногда не замечаем свою гордость, но Кришна нам на нее укажет. Иногда мы не можем отказаться от своей гордости, но Кришна у нас ее заберет. Вот на этом основан духовный прогресс на помощи Кришны, которую он оказывает нам, помещая нас в разные ситуации, разбивающие нашу гордость. Нужно только принимать, уметь принимать это. Так, у нас по времени все. не все вопросы отвечены. К определениям к другим мы не перешли, но хорошо обсудили вот это первое определение. В общем-то, можем остановиться на этом. Полтора часа прошло. Спасибо за хорошие вопросы. Спасибо, что вы присутствуете, слушаете. мне дает очень хорошую возможность помнить о Кришне, быть с книгами Шелоправпады. Спасибо всем. На этом закончим. Шелоправпады Кришне. Шелоправпады Кришне. Кришне. Шелоправпады Кришне. Кришне. Шелоправпады Кришне. Шелоправпады